Кыргызстан. История кыргызского народа и земли, которая сейчас называется Кыргызстан, насчитывает более 3000 лет. Хотя он географически изолирован своим горным положением, он играл важную роль как часть исторического торгового пути Шелкового пути. В Российской империи территория, тогда известная на русском языке как Киргизия, была официально включена в состав империи в 1876 году. Захват России был встречен многочисленными восстаниями, и многие кыргызы решили территория, тогда известная на русском языке как Киргизия, была официально включена в состав империи в 1876 году. Захват России был встречен многочисленными восстаниями, и многие кыргызы решили кроме того, подавление восстания 1916 года против российского правления в Средней Азии привело к тому, что многие кыргызы позже мигрировали в Китай. Поскольку многие этнические группы в регионе были, и остаются, разделенными между соседними государствами в то время, когда границы были более прозрачными и менее регулируемыми, было обычным делом перемещаться взад и вперед через горы, в зависимости от того, где воспринималась жизнь как лучше. Это может означать лучшие дожди для пастбищ или лучшее управление во время угнетения. В начале 19-го века территория Кыргызстана оказалась под контролем, Российная территория была оккупирована и формально аннексирована Российской империей в 1876. Россия поглощение спровоцировала многочисленные восстания против царской власти, и многое кыргызы решили переехать на Памир или в Афганистан. Безжалостное подавление восстания 1916 года в Средней Азии, спровоцированное наложением России военного призыва на кыргызы и другие народы Центральной Азии, заставило многих кыргызов бежать в Китай. Для российской экспансии в Среднюю Азию СМ. Завоевание России и Туркестана. Большая часть из них, свыше 65 тысяч человек, это современные кыргызы Таджикистана. Меньшая часть, около 2000 человек, это кыргызы современного Афганистана, которых практически не затронула советизация. Судьба кыргызов этих стран в 20 веке складывалась по-разному. Потомки помирских кыргызов Афганистана проживают также в Пакистане и Турции. Кыргыз СССР. В социальной структуре предков кыргызов доминировали кочевые традиции, правящие политические философии и социализация. Когда классические русские этнические группы были введены в Советскую Республику Кыргызстан, начался процесс урбанизации, который в основном был инициирован русскими общинами, размещенными в Советской Республике, в основном в результате политики, созданной коммунистической партией. Непонятно, почему была создана такая политика, и ясно только то, что эта политика вынудила русских определенного происхождения заселять республику.